Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Самара Гиз. С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам 202-11-22. Задавайте свои вопросы нашим гостям традиционно. Ну и, конечно же, чего-нибудь интересного мы для вас сегодня приготовили. Разыграем какой-нибудь хороший билет, сертификат. Так что дерзайте, держите ухо востро. Что ж, у нас сегодня эфир, посвященный Дню пожилого человека. И на самом деле всегда мы рады приветствовать гостей, так или иначе, всех тех, кто приходит из этой замечательной организации, из Самарского дворца ветеранов. Давайте с большим удовольствием будем приветствовать. С нами здесь Ольга Николаевна Баранова, директор Самарского дворца ветеранов. Здравствуйте! Добрый день! С нами здесь руководитель клуба «Самарская мозаика», автор многих презентаций и книг, издаваемых ветеранами, член Совета общественной организации «Самара. Содействие работников культуры» Шпенглер Елена Борисовна. Здравствуйте! Добрый день! С нами также здесь артист театра оперы и балета, сотрудничает социальной службой нашего города, выступает благодарительными концертами для ветеранов, участника вокально-инструментального ансамбля клуба «Самарская мозаика», вокалист Игорь Кудусович Рашитов. Здравствуйте! Добрый день! И с нами здесь Александр Николаевич Волков. Это кандидат технических наук, доцент Аэрокосмического университета, участника вокально-инструментального ансамбля клуба «Самарская мозаика». Играет на балалайке, собственно, который с собой сегодня и принес. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Ну что, наверное, Ольга Николаевна, дадим слово. Что, может быть, какие новости у вас? Куда хотите пригласить всех? И, собственно, о чем сегодня будем говорить, про что рассказывать? Тема сегодняшней встречи «День пожилого человека», который грядет уже совсем близко. Но надо сказать, что вот слово сочетание «пожилой человек» нам не очень нравится. И ветераны обычно говорят «пожилой», но от слова «пожил». А у нас с выходом на пенсию жизнь только начинается, потому что состоялись профессии, вырастили детей, внуков. И сейчас самое время найти возможность для реализации своих желаний, своих каких-то потребностей, до которых в другое время просто не было возможности. И в этом помогает дворец ветеранов. Совсем недавно один из ветеранов написал мне такое письмо, которое начал «Есть ли жизнь на пенсии?». Философски. Философски, да, и ответ тоже прозвучал в этом же письме. Человек написал «Да, есть, если ты пришел во дворец ветеранов». Потому что действительно на сегодняшний день дворец ветеранов дает возможность реализовать практически все интересы нашим ветеранам. Если человек любит петь, мы ему предлагаем вокальные коллективы, причем тоже разные. То есть на разные интересы. Если человек хочет выступать на сцене, это академический хор ветеранов, войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Если человек любит петь для себя, то это клуб любителей песни. То есть вот в разных таких возможностях интересы даем реализовать. Танцевать, вышивать крестиком, читать стихи, рисовать – это все то, что мы можем предложить во дворец ветеранов. К чему тянется душа. К чему тянется душа. И примеры действительно уникальные. Люди, которые никогда, например, не рисовали, но очень хотели, и пришли в студию изобразительного творчества. И вы знаете, такие шедевры, такие уникальные работы выходят с их участием. Просто диву даешься. И в этом помогают преподаватели Дворца ветеранов. Очень много мероприятий мы проводим. Я хочу попросить нашего режиссера, пока нам Ольга Николаевна рассказывает, показать часть фотографий, которая была подготовлена к эфиру. Давайте посмотрим, как живет дворец, как живут те, кто туда ходит с большим-большим удовольствием. Сколько же сегодня получается там кружков и секций, как говорится? Ну, вот направление такое клубов, кружков, занятий по интересам, оно достаточно обширно. На сегодняшний день 15 творческих коллективов. Вот представители творческого коллектива вокального, инструментального, сегодня здесь в студии. Это новое объединение, которое возникло во Дворце с приходом Елены Борисовны. Кроме того, есть танцевальные коллективы, танцевальный коллектив «Волжаночка», например. Студия изобразительного творчества, которую я назвала. Студия художественного слова, который сегодня возглавляет Анатолий Яковлевич Пономаренко, народный артист России. У нас есть несколько объединений декоративного и художественного направления, художественно-эстетического и декоративного направления. Есть группа здоровья, есть группа, где наши ветераны занимаются шейпингом. То есть это можно утром прийти и уйти только вечером. Да, совершенно верно. И действительно так и бывает. То есть если человек располагает временем, с утра приходит в клуб мудрости и здоровья, где за чашкой чая есть возможность пообщаться со специалистом, с психологом, решить какие-то свои проблемы. А дальше коллективы, дальше мероприятия. И к Дню пожилого человека у нас тоже во дворце запланировано очень много мероприятий, на которые мы приглашаем всех жителей нашего города. Ну, в частности, 1 октября в 12 часов концерт Дню пожилого человека. Он будет дан силами хора завода «Прогресс», хора ветеранов. И придут поздравить наших ветеранов студенты Самарского юридического института. Каждый раз эта встреча интересная, эта встреча теплая, эта встреча незабываемая, где помимо вот такого хорошего настроения, посетители еще подпитываются энергией молодых, потому что это тоже очень важно. Загляну, потому что мероприятий очень много. Давайте, конечно, приглашаем всех. Хотелось бы пригласить 12 октября в 12 часов на базе Дома культуры «Заря» мы будем проводить концерт коллективов к открытию творческого сезона Дворца ветеранов, который будет называться «Здесь рождается праздник». И надо сказать, что этот творческий сезон у нас тоже юбилейный. На следующий год, в мае 2016 года, Дворцу ветеранов исполняется 15 лет. И все творческие коллективы Дворца нацелены на эту дату замечательную. Я очень надеюсь и уверена в этом, что это будет новый прорыв, такое новое движение, новые творческие высоты в том числе. 12 октября в 12 часов, ДК «Заря». Очень интересен проект «Сокровище мировых цивилизаций». Что имеется в виду? Человек вышел на пенсию, вот ветеран, ну, пенсионеры, которые живут за границей, они имеют возможность путешествовать. К сожалению, наши ветераны, пенсионеры не все такую возможность имеют. Ну, в силу разных причин. Мы даем возможность, не выходя из актового зала Дворца ветеранов, побывать в разных местах. Мы были в Лувре, мы были в Кремле, в виртуальной экскурсии. Мы были в музее «Мадам Тюссо», в разных музеях. Вот сейчас новый проект, мы будем говорить про Сибирский федеральный округ. Потому что, к сожалению, Россию мы тоже не очень хорошо знаем. Вот этот проект нам позволяет ее, так сказать, изучить. 23 октября в 12 часов праздник «Белых журавлей». Этот праздник учрежден Расулом Гамзатовым, посвящен памяти всех погибших на полях сражений. Каждый, мы уже проводим его больше 10 лет, этот праздник. Это и художественное слово, и музыка, и песни, и тема вот как раз памяти, памяти павших. Очень хотелось бы пригласить наших ветеранов 29 октября в 15 часов на танцевальный вечер. Так, так, так. Потому что танцы – это особое направление, пользующее спросом. Причем нам в этом помогает муниципальный духовой оркестр. То есть это танцы под живую духовую музыку. Это каждый раз праздник. Здорово. А 30 октября в 2 часа любители бального танца имеют возможность побывать на осеннем балу. У нас есть ансамбль бального танца «Сеньоры». Мы очень гордимся этим коллективом. В августе 2015 года он получил звание «Народный самодеятельный коллектив». И вот этот коллектив готовит ежегодно 2 бала весенний и осенний. Вот 30 октября в 2 часа пройдет осенний бал. И наши дамы, наши кавалеры покажут свое профессиональное мастерство. Это будут новые костюмы, это будут новые танцевальные постановки. Приглашаем вас, приходите. И особо, наверное, мне хотелось бы рассказать про наш новый опыт. Это клуб ветеранов. Клуб ветеранов «Самарская мозаика» он называется. Вы знаете, Юля, в городе это первый такой опыт, своего рода такая среда неформального общения для людей, которые не только хотят чем-то заняться, творчеством, мастерством, но более того, найти друзей, найти единомышленников, найти возможность поделиться своими планами и получить ответ в плане реализации этих планов. Вот Лена Борисовна как раз руководит этим клубом. Она только недавно, так сказать, приняла эту эстафетную палочку, но уже такой серьезный прорыв сделан. И есть чем гордиться, есть о чем рассказать. Юлена Борисовна, ну вам слово. Пока готовитесь, напомню, телефон прямого эфира 202-1122. Если вдруг есть какие-то вопросы к нашим гостям, есть уникальная возможность что-то спросить, проконсультироваться, может быть, что-то узнать по каким-то направлениям творчества, не стесняйтесь, может быть, узнали родные, знакомые лица, почему бы тоже не пообщаться в прямом эфире, звоните 202-1122. Елена Борисовна, ну удивительно название «Самарская мозаика». Я так понимаю, что это как универсальный формат, да? То есть там все и всего по чуть-чуть что-то делают, творят, общаются, дружат, как сказала Ольга Николаевна. Да, совершенно верно. Я недавно работаю, уже непосредственно работаю в Дворце ветеранов, но Дворец ветеранов Самарский – это вообще явление уникальное. В России вряд ли какой город может похвастаться подобным явлением. И вот с Ольгой Николаевной, с сотрудниками Дворца ветеранов. Мы принимали участие и в фестивалях, в конкурсах. Всегда вот наши исполнители не один раз там выступали для ветеранов. Тем более, что Дворец ветеранов собирает и общественные организации, поскольку там сконцентрированы общественные организации нашего города. А это серьезные объединения. Ну, а что касается Самарской мозаики, вот где сейчас я имею удовольствие работать, да, это объединение замечательных педагогов. Вот в наше время, когда нет дворцов культуры, нет домов культуры, когда-то это процветало, все-таки самодеятельность, и Дворец ветеранов взял на себя вот функции вот такого крупного, мощного Дворца культуры. Потому что работают профессиональные педагоги, профессиональные хореографы, профессиональные художники, профессиональные... Люди неравнодушные. Да, да, да. Ну, не только неравнодушные, но и готовы работать вот с этой категорией ветеранов. Вы знаете, мне хочется рассказать такой момент. На днях пришел некий господин пожилой. Ну, с ним судьба не очень щедро обошлась, с ним он перенес три инфаркта. Потрясающий художник. Потрясающий художник, и он занимается в студии. Работа его действительно... Я была удивлена, что все... Если он обращается к портретной живописи, то это все узнаваемо, то это все замечательно. Вдруг он приходит и говорит, приносит целую папку стихов. Вот я начал писать стихи. Алан открылся. Вы знаете, да, но только вы знаете, это как-то никому не нужно. Я ему помилю. А кому вы хотите, чтобы это было нужно? Ну вот как-то мои домашние не очень расценивают так мое это увлечение. На что я ему сказала. Вы знаете, вот ведь вы это делаете прежде всего для кого? Для себя. Вот приходят стихи в голову. Вы пишете, вы в этой форме, в поэтической выражаете свое отношение к природе, к жизни, к родным, к близким, к любви. Вы вспоминаете, что-то было. Вы все это в поэтической форме, и вам природа дала возможность это все. И пишите. И когда-нибудь, когда уже не будет вас, когда не будет нас, ваши родные и близкие увидят эти стихи, и вы для них представите совершенно в другом цвете. Они увидят вас, человека думающего, мыслящего, переживающего. И приходят люди танцевать, петь, заниматься живописью. И это замечательно, что Дворец ветеранов предоставляет такую возможность. И я очень рада, что вот наш коллектив, вот Игорь Кудусович, Александр Николаевич Быловик, к сожалению, не смогла прийти у нас скрипачка Маргарита Маслова, известный очень музыкант в городе, играет тоже с нами, но вот в силу обстоятельств не могла прийти. С нами работает Мария Бенцона Цайк, наш композитор, со своими певцами. Доктор наук медицинских Богданова Лариса Петровна, потрясающий голос, и тоже мы услышим ее, она тоже будет петь 12-го, вот мы еще раз приглашаем, 12-го октября на этот концерт, где будут звучать и скрипка, и Лариса Петровна. Балалайка, безусловно, да, будет звучать. Так что я считаю, что вот, вы знаете, в социальную службу, я уже давно как-то работаю в социальной службе, и пришла много лет тому назад, когда еще далека была, отдала пенсии. Я была потрясена, как, сначала с общественными организациями общалась, как эти люди умеют красиво и достойно стареть, как это красиво, и как пребывать. И уже сейчас, пребывая в этом возрасте, я понимаю, что в этом есть своя прелесть. И Дворец ветеранов дает возможность проявить все свои таланты, все свои желания, возможности. Здорово. Я хотел спросить вот наших мужчин, Игорь Кудусович, как вы-то попали в Дворец ветеранов, как вообще так случилось, привела вас дорога? Ну, я попал, поскольку там очень часто устраивают концерты, меня приглашают, а когда приглашают, я никогда не отказываюсь, с удовольствием выступаю, потому что слушатели те, которые мои сверстники, и приятно им напомнить о той музыке, о тех песнях, которые звучали, прошли с нами по жизни. Ну, каково это, вот, я не знаю, каждый раз приходить, вы видите своих друзей, знакомых, общаетесь, пьете чай, как Ольга Николаевна сказала. Так в этом вся прелесть бытия, что вот я еще что-то делаю, кому-то нужен, то есть приятность какую-то сделать. Послушать других, как они. И вот в этом общении у нас происходит интерес. А если закроешься в жизни, скажешь, ну, все, прожил, то это... Ну, неправильный ход мыслей. Неправильный ход мыслей. Абсолютно. Александр Николаевич, вы как попали в дворец? Я на протяжении почти, можно сказать, всей жизни участвовал в художественной самодеятельности. Это как в кино, вы в самодеятельности участвуете? Участвую. Да. Вот. И, значит, выступаю в различных концертах, вот, выступал и ранее вместе с Еленой Борисовной. И когда, значит, меня вот Елена Борисовна стала приглашать выступать во дворце ветеранов, где я уже неоднократно выступал, вот, я влился в этот коллектив, очень рад, что есть такая возможность самому выступить и послушать других. Вот. Замечательное образование, замечательный дворец, вот, где звучит музыка. Не только музыка, где, мне кажется, постоянное какое-то такое, получается, движение, люди ходят, приходят, общаются, встречаются. Вы нам сегодня сыграете, балалайку ведь не просто так принесли. Ну, да. Берите в руки, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Чего же? Балалайки, ножки, да, там, как в частушках поется, балалайка пойдет. Так что, вы, как вот, вы учились, у вас есть музыкальное образование, или вы просто случайно взяли балалайку в руки? Как это было? Ну, вы знаете, я начинал учиться сначала на Домре. У знаменитого в Самаре, бывшем Куйбышеве, педагога Александр Иванович Алло. Вот, вот, еще начинался Дворца пионеров. Потом продолжал в музыкальной школе, играл в оркестре в клубе революции 1905 года, который имеет также другое название, как Пушкинский дом на улице Льва Толстого. Вот, во дворце, значит, выступал в концертах, потом выступал в школе, выступал в институте. После, значит, окончания института на производстве тоже всегда была художественная самодеятельность, которая пользовалась большой любовью всех и принимала значительное участие в досуге, в отдыхе наших тружеников. Так как там песни строить и жить помогает, да? Да. Потому что по-другому никак не скажешь. Да, потому что любое мероприятие, любое какое-то собрание, после, так сказать, торжественной части всегда переходят к концерту, вот, чтобы доставить людям удовольствие, где там музыка, танцы. Вот, ну и вот, так вот, значит, участвуя в этих концертах, я на протяжении всей жизни был приобщен к музыке. У меня также и папа играл на мандолине, то есть был любитель музыки большой. Какие инструменты интересные. Домра, мандолина. Домра играл на мандолине, вот, и я вместе с ним тоже играл на мандолине, вот. Ну и вот, был я также по работе за границей, в Алжире, вот, там тоже собрались, значит, преподаватели, любители музыки. Мы устроили ансамбль, выступали, ездили по университетам Алжира. Вот, надо сказать, алжирские студенты, очень большие любители музыки. На одном из концертов в городе Константине мы проиграли свою программу, вот. Они все хлопают и говорят, еще, еще и еще играйте. Вот, мы говорим, все, у нас больше нечего. Давайте еще раз, да. Они говорят, начинайте все сначала. Давайте, Александр Николаевич, мы все-таки послушаем ваши замечательные инструменты и вас в том числе. Что исполним? Ну, давайте сыграем вариации на русскую народную песню. Давайте. «Светит месяц». «Светит месяц». Ну, как суперзвезда, Александр Николаевич, прям как на концерте. Друзья, 202-11-22, этот телефон сейчас пригодится вам, потому что мы разыгрываем билеты в киноцентр вертикально. На двоих, один пригласительный на любой из фильмов. У нас традиционные к этому вопросы киноконкурс. Что за фильм мы загадали, смотрим на экран. Если узнаете кадр из какого фильма, тут же нам звоните. 202-11-22. Желаем всем удачи. Ну, и также можете задавать свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну, я хотела спросить, а вот вижу, что часто бывает, что на ваших концертах дети выступают, молодежь. Что за концерты, как вы находите друг друга? Юля, обязательно. Дворец ветеранов на том и стоит, что преемственность поколений, связь поколений, она вот в этой цепочке, дворец ветеранов должен играть свою роль. И практически все мероприятия, которые проводит дворец, он проходит с участием детей. Выставки художественного и декоративно-прикладного творчества. В настоящее время дворец, он построен таким образом, что холлы дворца используются как выставочные залы. Заходишь и сразу, да? Да, заходишь и сразу оказываешься на выставке. Выставка эта посвящена дню города, дню рождения нашего города. Открылась 10 сентября, называется «Люблю тебя, моя Самара». И практически в тесном сотрудничестве с департаментом образования, то есть мы приглашаем через департамент образования, школы, учреждения дополнительного образования, детские сады посетить выставку. И, собственно, вот этот такой экскурсионный круговорот, он есть. То есть дети обязательно смотрят на творчество ветеранов. Концерты с участием детей. Дети выступают для ветеранов, ветераны выступают для детей. Обмен такой энергии получается. Совместные концерты с участием и ветеранов, и детей. Надо сказать, что на базе дворца в настоящее время два музея. Музей малолетних узников фашистских концлагерей, называется он «Непокоренные». И музей народных ремесел, не роняй старину, она нов держит. И там тоже новые экспозиции, там новое творчество. Обязательно приглашаем детей и приходят, обязательно посещают эти выставки. Очень много проектов, которые проходят с участием детей и для детей. Вот, в частности, говорю сегодня впервые, сегодня непосредственно в три часа мы будем презентовать электронный путеводитель по объектам монументального искусства на территории нашего города, связанных с Великой Отечественной войной. Этот проект был посвящен 70-летию Великой Победы и предварял его конкурс исследовательских проектов, который направлен на то, чтобы подрастающее поколение изучало историю нашего города, страны, не только по каким-то книгам, другим источникам, но в том числе и по памятникам, связанным с Великой Отечественной войной. Да, и надо сказать, что образовательные учреждения с большой охотой откликаются на подобные конкурсы. Этот конкурс был прислан 93 работы и часть из них вошли в электронный путеводитель. Этот путеводитель будет размещен в сети интернет. Там сейчас информация о первых 30 памятниках на территории нашего города, причем не те, которые известны, а в большинстве своем, которые в разных районах города и не так знакомы жителям нашего города. То есть памятник из поселка Береза, из Рубежки, 116-й километр. Каждый памятник будет сопровождаться 3D-моделью. То есть можно не выходить, ну, надо сказать, что дети наши живут в интернете. Прошу прощения, давайте примем телефонный звонок, у нас есть дозвонившийся. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Алла. Алла, очень приятно. Есть ли кого, может быть, у вас поздравить с Днем пожилого человека с грядущим праздником? Да, есть, конечно, мамочки мои, непосредственно. Вот, Алексина, вот, хочу поздравить. Ну, и, во-первых, у всех пенсионеров, наверное, самое главное здоровье, я желаю. Вот, всего самого лучшего. Спасибо большое. Ну, сейчас давайте с вами немножечко поиграем. Что же за фильм мы загадали? Это фильм Работа. Конечно, это фильм. Если вы не смотрели, наши дорогие зрители, обязательно посмотрите. Спасибо большое. Хорошо. Я хотела спросить у Игоря Кудусовича, а вот вы, человек с огромным опытом музыкальным в том числе, не было ли у вас желания передавать его, учить детей? Может быть, вы уже этим занимаетесь? Может быть, не детей своих сверстников, своих друзей? Да нет, я просто скромничаю. Когда заниматься-то этим? Он скромничает. Можно я? Давайте. Знаете, нам недавно мы выступали в центре «Семья» в городском. Подготовили программу. И когда пришли на концерт, вот как раз в нашем составе, Александр Николаевич, Игорь и я, нам сказали, да, взрослые люди, взрослые и несколько детей. И когда мы пришли, выясняется, что целая группа подростков с интерната, ребята со сложной судьбой, и мы на ходу поменяли программу, то есть уже, чтобы это было доступно и понятно этим ребятам. Когда я их спросила, а они «Балалайку» видели впервые, видели впервые, слышали впервые. И Игорь также обращался к ним с рассказом о тех песнях, которые стали классикой нашей эстрады. И мы исполняли эти песни. И «Балалайка» вы не представляете, как внимательно они слушали. Мы им говорили о музыке, о том, что есть электронная музыка, а есть живая музыка. Что ни одно звучание электронного инструмента, насколько бы хорош он ни был, никогда не сравнится с живым звучанием инструмента. Балалайка, фортепиано и живой голос. Вот ребята слушали настолько внимательно, и мы поняли, что это им интересно. Мне кажется, что у вас такие голоса, что можно слушать очень долго, прям завораживает, завораживает. Сразу видно и слышно, что вокалист, человек поющий, человек в музыке разбирающийся. А я хотела спросить, вообще вот какие, может быть, кто может посещать ваш дворец? Может быть, есть те, кто стесняется по каким-то причинам? Вот как преодолеть этот вот зажим, стеснение? Понятное дело, что много талантливых людей. Все сидят, вот даже смотрят нас наверняка, думают, надо сходить, надо сходить. Но забудут или побоятся, постесняются. Вот что, может быть, у вас какие-то есть дни открытых дверей или встречи какие-то? Юля, каждый день работы дворца, он открыт. Это день открытых дверей. В любом случае, для того, чтобы спросить себя, могу я, что я могу, нужно прийти во дворец. Мы расскажем, каким образом дворец может помочь человеку в его жизни. Потому что помимо того, что вот такая насыщенная творческая жизнь, да, разные коллективы, клубы общения, у нас есть и, например, помощь юридическая. То есть если у человека на вопросы юридические, это все бесплатно, юридическая помощь. Если проблемы связаны с общением, с взаимоотношением, например, с родственниками, если родственники обижают, такой часто, к сожалению, бывает, пожилых людей. У нас работает замечательный психолог ежедневно, и мы поможем вам в этом вопросе. У нас есть дни красоты, когда мы сделаем вас красивыми по договору такого совместного с Самарским колледжем. Студенты приходят и, так сказать, ветеранов делают красивыми. Это тоже, пожалуйста, просто выставку посмотреть, просто посидеть на концерте. А уже потом, когда человек поймет, что во дворце рады, что всегда готовы помочь, готовы рассказать, показать, поддержать, люди, как правило, оттаивают, открываются души и уже от нас не уходят. Открывают какие-то таланты. Какие-то таланты в том числе. И сейчас вот можно сказать, ну, статистика, она такая вещь очень строгая. Более пяти тысяч человек каждый месяц посещают наши мероприятия в различных формах. И я понимаю, реально, вот я начала с того, что мы все разные. Даже вот одно желание танцевать или петь, оно тоже разное. Там, петь для себя или выступать на сцене. И мы вам поможем. Определиться и выбрать. Определиться, да, и дадим это все. Для этого нужно прийти. Прийти во дворец. Позвонить по телефону, посмотреть на сайте Дворца ветеранов, прочитать. И уже определиться, что человек хочет. И к чему лежит душа. К чему лежит душа. Александр Николаевич, а вы не обучаете никого? Есть ли у вас какие-то, может, мастер-классы? Делитесь ли вы каким-то своим мастерством с кем-то? Да, как вам сказать? Можно прийти к вам научиться играть на балалайке. Ну... Ну, почему нет? Ну, сейчас в данный момент нет. Но когда я начинал только учиться сам, то я помню, что я привел вместе с собой тогда во дворец пионеров всю улицу. Здорово. И там был целый оркестр с нашей улицы. Александр Иванович Алло. Вот, так что... А кто с музыкой связал свою жизнь, кроме вас? Есть такие? Или все потихонечку? Да, есть очень многие, которые стали профессионалами даже. То есть закончили институт Гнесина. То есть пошли, как говорится, по этой дороге. Да, да, по этой дороге стали. Вот они уже, конечно, учат, понимаете. А я ведь преподаватель, бывший преподаватель, вот сейчас же по возрасту не работаю, но аэрокосмический университет... Ну, аэрокосмический славится своими талантами. Сколько стемов там, сколько самодельцев. А вот работник аэрокосмической отрасли, работал на заводах. Там везде я участвовал, принимал участие. Ну, то есть просто как сам исполнитель. Здорово. Я хотела бы, наверное, каждого из вас сегодня, может быть, кого-то поздравить, что-то сказать. Александр Николаевич, раз уж мы тут с вами начали, ваша камера напротив. Я предлагаю кому-то что-то сказать, пожелать, поздравить с праздником. Есть ли такие люди, кому, может, хочется сказать теплые слова? Вот нашу камеру, которая стоит напротив нас. Ну, конечно, всем моим родным, в первую очередь, друзьям, товарищам, вот, а также и коллегам по бывшему производству, работам, вот, хочется пожелать здоровья, успехов, радости, вот, и посещения Дворца ветеранов, где проходят замечательные концерты, и можно многое услышать, увидеть живое исполнение. Здорово. Спасибо, Елена Борисовна. Ваша камера тоже напротив вас. Пожалуйста, кому, может быть, пригласить к себе, кого-то поздравить с Днем Пошелого Человека, чего-то сказать хочется. Да, пожалуй, я воспользуюсь и приглашу 26 октября в 3 часа у нас в Дворце будет такой замечательный праздник «Ордена стихи и песни комсомолы». Ведь комсомолы – это наша молодость, и все мы были комсомольцы, и все мы пели комсомольские песни. Это первое. Второе. Я всех ветеранов поздравляю с нашим праздником. И хочу пожелать взаимопонимания, хорошего настроения, не копить обиды, потому что молодежь гораздо сложнее, чем нам уже. Поэтому будьте терпеливы, будьте здоровы, радостны. И приходите на наши концерты, приглашайте нас. Мы с удовольствием наши и танцоры, и музыканты, певцы придут и… Украсят. Украсят, да, ваши праздники. Будьте здоровы. Спасибо большое. Игорь Кудович, ну, есть что сказать, кого поздравить, кому обратиться, также камеру напротив. Ну, я также хочу сказать, чтобы люди с возрастом, которые на себя положили руки, сказали, что уже все, жизнь прошла. Это совершенно неправильное положение дел. Я вот сам себя заставляю идти выступать и петь наши песни, нашего поколения. Ибо когда вот послушав, что пою сейчас по радио, я сильнее хочу сказать, что у нас были песни совершенно другого склада. Мы пели о любви, о дружбе, о порядочности. И поэтому, как говорил Александр Сергеевич, одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. Так что приходите, и у вас откроется своя мелодия красивых, добрых, чувственных отношений. Ибо вся жизнь в этом мире в любви к ближнему. Ой, как замечательно сказали. Спасибо большое. Ну, Ольга Николаевна, вам резюмировать, минутку вам даю для того, чтобы пригласить еще раз завтра, может быть, всех, кто нас смотрит, всех, кто хочет посетить ваше мероприятие. Уважаемые ветераны, мне хочется искренне поздравить вас всех с днем не пожилого, а с днем мудрого человека. Потому что к этому возрасту у вас есть мудрость, у вас есть особое понимание жизни, у вас есть опыт, тот, который нужно передавать молодому, подрастающему поколению. И очень хочется, чтобы вы были здоровы, чтобы вы мыслили позитивно, чтобы вы были готовы узнавать новый мир, открывать новые возможности. И в этом вам поможет Дворец ветеранов. Звоните, пишите, приходите во Дворец ветеранов. Спасибо вам большое за эфир, друзья. Ну, и, наверное, Александр Николаевич, хочется попросить закончить чем-нибудь наш эфир. Таким, чтобы ваша душа ромашками покрылась. Можно? Ну, в каком смысле? Вы имеете в виду сыграть что-нибудь, да? Спасибо всем, хорошего настроения. До встречи. Ну, хорошо. Попробуем. Правда, мало времени остается у нашей передачи. Ну, ладно. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»